Здравствуйте! Я веду репортаж из Риги, где сегодня, 22 марта, назначен специальный поезд «Дрига Киев». Так что поезда все еще есть, но этот особый. Вот он тут находится, и в нем, если я правильно сосчитал, 18 вагонов. Вот. У нас сейчас международное сообщение с 17 марта проходит по специальным разрешениям. Разрешены там довольно много рейсов самолетов, паромы. И вот это единственный пока поезд, на который дали разрешение. Ну, кстати говоря, я так и думал, как же будут возвращаться домой жители Украины, которые к нам приехали. Ну вот, это как раз специальный рейс для того, чтобы отвезти домой жителей Украины. Вот. Сегодня утром этот поезд прибыл в Ригу. Там писали, что вышли всего лишь 18 пассажиров, как бы, жителей Латвии. Ну, в обратную сторону билеты, как понял, распроданы и будут везти домой украинцев из Латвии и из Литвы также. В Белоруссии этот поезд вообще остановок с обменом пассажиров иметь не будет. И там писали, что число пассажиров в нем будет примерно 600. Ну вот, значит, 18 вагонов. Там смотрю купе и плацкарт. Но в основном пока тут видно купе. Купе. Вот. Из них якобы около 350 человек из Риги. Остальные из Литвы. Вот. Я там пока происходит посадка. Я там в тот перрон особо не иду, потому что там стоит полиция. Хотя особых заграждений там нет. Вот в самом начале я там чуть подошел. С той... Ну, с тех дверей, которые подальше. Но там, в принципе, там... Особенно и делать нечего. Сейчас время карантина и соблюдаю меры безопасности. Вот, значит, я буду показать, постараюсь показать его отправление. И хочу сказать, что в целом у нас ситуация более-менее, так сказать, стабильная. Остальные поезда, местные поезда, то есть электрички, идут по расписанию. Ну, пассажиров, конечно, значительно меньше, но они курсируют. Ну, можно оценить спад в пассажиропотоке пока примерно на 50%. Я вот что-то примерно так оценивал бы. Ну, я слышал, что в других некоторых странах, например, в Украине, там вообще закрыли сообщение поездов. Ну, мне кажется, это странным, да, потому что именно в поезде ведь все же места для пассажиров больше, чем в других видах транспорта. Ну, вот, сейчас такое время. Ну, вот, сейчас поезд отправится. Буду смотреть вагоны. В кассе была записка, что все места на этот поезд распроданы. Ну, вот. Еще я хочу вас попросить, уважаемые, кто смотрит и кому интересуют эти сюжеты, пожалуйста, подписывайтесь, потому что я собираюсь продолжать показывать все, что и как. Надеюсь создавать интересные сюжеты. И моя цель собрать тысячу подписчиков, чтобы канал стал еще более качественнее. Ну, вот. Поезд начинает движение. 21 час он будет в пути, в пути до Киева. Дорога стала дольше, чем это было в начале, когда запустили этот поезд. Ну, сейчас, наверное, для людей главное попасть домой. Видимо, не все зелающие уехали. Посмотрим, как будет дальше. Первый вагон-пласткарк заполненный. Нет, это купейный все же. Купейный, купейный. Может быть, и знаете, все купеемые. Да, возможно, и все купеемые. Потому что, ну, чтобы, так сказать, чтобы лучше изолировать людей. Ну, да. Первые три казались полными, а вот тут дальше что-то не видно. Ну, может быть, эти тогда будут с Вильнюса. Сейчас уже расцветка не видно. Особо. Там разные расцветки. Были стандартные на поезд 4 столицы. Есть и вагоны по-другому. А вот тут уже опять есть пассажиры. Ну, да. Последний опять есть. Вот, полный. Винно. Ну, да. Теперь уже есть. Ну, вот все. Ехал в пользу. Ну, да. Ну, да. Ну, все. На этот раз прощаюсь с вами. Надеюсь, до новых встреч. Пожалуйста, подписывайтесь, кому интересно. У меня уже есть некоторые материалы уже отсняты. Буду их выставлять. Приветствия из Латвии. Всем, кто желает добро. Пока.